История с Искандерами открыла ящик Пандоры, который не закрывается и не будет закрыт. До тех пор, пока не будет проведено расследование или тому не принесет хоть какое объяснение российская сторона. Однако сам факт использования запрещенных ракет говорит о том, что во всей этой истории есть много подозрительных нюансов. Однако Искандеры не единственная тема на постсоветском пространстве, которая сейчас волнует Москву. Помимо прочего есть и выборы в Армении, а также и ситуация на юго-востоке Украины. Словом, нестабильная ситуация на постсоветском пространстве. Об использовании ракет Искандер, о внутриполитических процессах в Армении и ситуации. Вокруг украинского конфликта рассказал в интервью Кавказского бюро, историк-политолог, автор 14 книг по проблемам постсоветского пространства, в том числе. Азербайджан сегодня и азербайджанский пасьянс. Зураб Тадоа. Как стало известно, Армения использовала во время 44-х дневной войны Искандеры. Россия пока умалчивает. Однако, что будет Азербайджан призовет к расследованию международной организации. В этом вопросе, на мой взгляд, есть два вполне понятных аспекта. Первый, собственно, факт использования или неиспользования ракет Искандер-М. И второй, масштабы и подоплека скандала. Относительно факта, о котором говорят, необходимо изучить и выяснить все обстоятельства, исключить какие-либо недомолвки и убедиться, что речь идет именно о модификации, которая предназначена для использования только российской армии и не должна отправляться на экспорт. Я исключаю возможность неофициальных поставок таких модификаций по инициативе каких-либо военных чинов. Сейчас не 90-е годы, когда нечто подобное было возможным. Если факт подтвердится, то речь, скорее всего, может идти о незаконной сделке. Однако, повторяю, необходимо дождаться точной и подтвержденной информации. Что касается масштаба скандала, то он несоизмерим с предметом исследования. Очевидно желание определенных сил внутри Азербайджана и, возможно, Турции, предельно обострить шум вокруг темы искандеров. Явно просматривается стремление бросить тень на отношения России и Азербайджана и навредить давним доверительным контактам президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но при любом исходе шумихи вокруг этой темы, даже с участием международных организаций, инициаторы скандала вряд ли добьются успеха. Запас прочности отношений двух стран, в том числе на высшем уровне, достаточно высок. Вопросы по теме поставок российских вооружений в Армению или в Азербайджан возникали не раз в 90-е и последующие годы. Недоразумения и трения неизбежны в ситуации, когда Россия поддерживает близкие экономические и военно-политические контакты и с Арменией, и Азербайджаном. Россия традиционно имеет давние связи с обеими государствами и соответственно располагает в них своими интересами. Насколько итоги Карабахской войны можно считать устойчивыми? Армянская оппозиция мечтает о реванше, но насколько это возможно в сегодняшних реалиях? Сейчас реванш невозможен. Для него необходимы конкретные условия. Во-первых, Армении требуется накопить силы и восполнить потери, в том числе в военной технике. Нужно залечить раны, преодолеть раскол в обществе. И главное, сделать выводы из поражения во Второй Карабахской войне. На все это необходимо время. Поэтому вопрос о реванше не может встать на повестку дня раньше, чем через несколько лет. Поражению Армении способствовала недооценка соперника и самоуспокоенность после успеха в Первой войне. Если Азербайджан повторит такую же ошибку и впадет в эйфорию после одержанной победы, то шансы на реванш могут возрасти. Сейчас Россия попытается привести к власти Роберта Кочаряна, но по всем социологическим опросам рейтинг Пашиняна достаточно высокий. Получится ли у Кремля операция «Возвращение Роберта»? Смена власти в Армении в 2018 году и последующие действия нового руководства страны стали неприятным сюрпризом для Москвы. Проходила революция по хорошо знакомому уже всем сценарию. Главный лозунг – борьба с коррупцией, стотысячные митинги, харизматичный лидер, журналист и блогер Никол Пашинян с перевязанной рукой и рюкзачком за плечами. Вместе с Пашиняном к власти в стране пришла прозападная группировка, которая считала прежний политический курс с уклоном в сторону России ошибочным. За два года со своих постов были уволены все представители прежнего руководства. В армии сменилось все высшее военное командование. Арест Кочаряна был знаковым событием. Это был своего рода вызов Москве. Кочарян считался одним из архитекторов внешней политики Армении на рубеже веков, в которой прагматичная ориентация на Москву являлась основным содержанием. Все это вместе взятое в определенной мере и предопределило демонстративный нейтралитет России в ходе прошедшей военной кампании. Предстоящие 20-го июня досрочные парламентские выборы в Армении станут четким индикатором настроений в армянском обществе. Если победу одержат сторонники Пашиняна, значит реваншистские устремления не так сильны, как может показаться. Действующий пока еще премьер-министр, один из главных виновников поражения Армении в прошедшей войне. Его победа на выборах станет косвенным признанием итогов Второй Карабахской войны и в определенной мере свидетельством того, что Армения готова смириться с потерей Нагорного Карабаха. Действительно, довольно много признаков, которые указывают на приготовление сторон к военным действиям. Нечто подобное можно было наблюдать в летом 2008 года, накануне пятидневной российско-грузинской войны. СМИ сообщают, что в зону потенциальных военных действий уже съехались корреспонденты разных телевизионных компаний. Россия заявила, что вмешается, если, как заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Казак, масштаб конфликта будет соответствующим. Ограниченные военные действия, как пробы сил и разведка боем, вполне вероятны. Затяжные военные действия, полагаю, не выгодны ни одной из сторон. В эти дни Зеленский с официальным визитом был в Стамбуле. Как вы считаете, Турция как страна-член НАТО поддержит Украину? Как это было в случае с Азербайджаном? Турция развивает с Украиной довольно перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества. Известно, что Украина поставляет в Турцию авиадвигатели, которыми оснащаются в том числе и беспилотные летательные аппараты. Есть и другие направления сотрудничества. В то же время маловероятно, что Анкара будет поддерживать Украину в случае начала военных действий, в том же объеме, как Азербайджан. Во-первых, у Турции с Азербайджаном давние связи. Кроме того, срабатывает фактор этнического и языкового родства. Во-вторых, масштабы и формы сотрудничества России и Турции в экономической, военной и политических областях весьма разнообразны. Скорее всего, в случае войны Анкара будет соблюдать некоторую осторожность, чтобы не вызвать чрезмерного раздражения России. Это, конечно же, не исключает каких-то явных и скрытых форм поддержки Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова